Всем привет! Я та самая плохая мать, которая говорит, что когда ее сын возрослеет, ему стукнет 18, он пойдет служить в армии, если у него не будет никаких противопоказаний. В общем-то, почему я вообще подняла тему армии? Недавно я увидела рекламный ролик армии Российской Федерации. То есть я даже не знала, что у армии бывают рекламные ролики. Но, что самое удивительное, есть еще и рекламные ролики у других стран. Почему эта тема сейчас была? Я увидела обзоры на эти ролики, и я захотела тоже снять свой. Я тоже хочу встать себе 5 копеек, и я имею на это право. В общем, смотрим ролик сначала про армию Российской Федерации. Это первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов. Но разве ты сможешь потом спокойно спать? Узнать себя? Познать границы своих возможностей? К черту границы! Ты готов ломать себя до изнеможения. Каждый день здесь боль закаляет. Шрамы повседневность. Это ты решил себе что-то доказать. Это ты пытаешься увидеть в каждой тени своего врага. Потому что без врага нет боя. А без боя нет победы. Но на самом деле, главный враг это ты. Вчерашний ты. Твоя задача выследить врага. Догнать его. Превзойди. Стать лучше, чем он. И вернуться назад. Победителем. Потому что завтра первый день твоей новой жизни. Ну реально круто. Вот прям здорово. И знаете, что один из ведущих американских каналов, какого-то, и честно говоря, я не помню, я не знаю, что он сказал по этому поводу? Я не знаю русского, но предполагаю, что говорится примерно следующее. Мы серьезные люди. Я должен пойти и сражаться за свою страну. И в таком роде. Ощущение такое, что ролик снял Зэк Снайдер, режиссер Лиги Справедливости. Понимаете? Он говорит, как будто Зак Снайдер снял. Это тот чел, который снял Лигу Справедливости. Тот чел, который снял Мстители. Понимаете? То есть, нет, вру, не Мстители. Бэтмен против Супермена. Как это круто. То есть, реально выглядит примерно так. Ну а теперь смотрим рекламный ролик армии США. Это история солдата, который управляет национальной системой противоракетной обороны Патриот. История о маленькой девочке из Калифорнии, которую воспитывают две мамы. У меня было довольно типичное детство. Балет. Игра на скрипке. Также я участвовала в демонстрациях за равенство. Мне нравится думать, что я с раннего детства защищала свободу. Я стояла у алтаря на свадьбе моих мам. Имея такой сильный пример для подражания, я закончила среднюю школу лучших всех в классе. А затем поступила в Калифорнийский университет в Дэвисе, где присоединилась к женскому обществу, полному других сильных женщин. Конечно, я всю жизнь вдохновляла женщин. Но чего я действительно добилась в одиночку? Одна моя однокурсница училась за границей в Италии, другая поднималась на Эверест. Мне нужны были мои собственные приключения. Мой собственный вызов. Я нашла это. Способ доказать свою внутреннюю силу и по пути, возможно, разрушить некоторые стереотипы. Я капрал армии США ММЛонлорд. И я нашла свое призвание. В общем-то, что я хочу сказать по этому поводу. Да, я не спорю, наши сняли ролик круче. Да, американцы, в общем-то, налажали жестко. С одной стороны, конечно же, америкосы там втирают про то, что должна быть трансгендерная армия и бла-бла-бла-бла-бла. Но никогда не стоит сравнивать женщин и мужчин на поле битвы. Это несовместимо. Женщины, они по натуре свои спринтеры. То есть, их храбрости хватит на какой-то короткий промежуток времени, понимаете? То есть, есть женщины, которые, да, там отважно себя вели, там и под танк бросались, и врагов уничтожали. Но это были такие, знаете, краткие порывы. Ни одна женщина бы не выдержала сутками сражаться на фронте. Ни одна. Понимаете? Ну, 90 из 100. То есть, 10% женщин, может быть, там что-то смогли бы, но 90% женщин бы не смогли воевать на фронте. Как мисси Страда. То есть, вот видите, иногда вот это вот все месиво, да, пожалуйста, а бесконечная кровь, пот, грязь, вот это вот нет. Нет, не сможет женщина. То есть, это очень маленький процент. И, конечно, армия США, вот с вот этой вот мечтой девочки, и я там защищу свое государство, это все бред, севы кобылы. Только вот как в армии Российской Федерации, как в этом ролике. Я, конечно, понимаю, что они там все приукрасили, что это выглядит там только с виду так сурово, да, что на самом деле армейские будни – это немножко другое. Но, тем не менее, то есть, как преподносят и агитируют у нас молодежь, и как у них агитируют. То есть, это просто небо и земля. Добавить, конечно, особо нечего, но, тем не менее, мне кажется, я еще долго буду под впечатлением от этих двух роликов. Не знаю, делитесь своими впечатлениями также в комментариях, мне будет интересно почитать. В общем-то, с кем-нибудь да поспорю. В любом случае, всем добра-бобра. Спасибо, что со мной. И до следующего видео.